Дорогие друзья, небольшое продолжение темы, которую мы только закончили. Хочу добавить, как в нашем веке, в наше время распространился реформизм. Дорогие друзья, с болью в сердце, конечно, придется признать правду, что реформизм родился естественно. Это был первый змей, как я вам объяснил, это был потенциал для следующих поколений реформистов, но в основном реформизм развился в Германии. Как известно, Германия где-то 400 лет тому назад не занимала такого, как бы должного, по их мнению, места среди европейских стран. И они хотели выделиться. В основном это выделилось, когда все произошло за счет еврейских мозгов. Евреи подняли на высочайший уровень науку в Германии, литературу, экономику. И вообще трудно себе представить, как в такой ситуации, когда евреи столько дали Германии и немецкому народу. Притом дошло до того, что евреи стали себя называть немцами еврейского происхождения. Дошло до того, что в молитвенниках, где упоминается Иерусалим, они заменили его кто Берлином, кто Кёльном. Они говорят, Кёльн нам дороже, чем Иерусалим. Что нам Иерусалим древний, разрушенный? Вот тут жизнь в Германии. То есть они распластались перед земной жизнью в Германии. И это, собственно, ответ на очень-очень больной вопрос. Как могло произойти в стране, которой дали так много евреев и не просили ничего взамен? Они себя назвали немцами, еврейское происхождение. В молитвенниках они заменили слово Иерусалим к Кёльном. Молитвенники были на немецком языке, еврей был исключен. Известно, что был один из богачей в Германии, еврей. Он решил построить не в стену, а в огонь, темпл. Так, чтобы звучало, как больше нееврейское. И он построил большой темпл за свои деньги рядом с христианской церковью. И первую молитву в этом темпле он сам проводил. Он пригласил из церкви церковный хор, где были негры, мужчины, женщины, что абсолютно не вписывается в иудаизм. И он вёл молитву на немецком языке. Надо ли большего присмыкания, чем это? Полностью отказаться, отвернуться от своих корней и принять Бог весь что? Разве мы здесь не видим следы змея? И какой был результат? Так как в результате работы змея, его агитации, произошло страшное изменение в мире. Была учреждена смерть. Что может быть страшнее этого? План Всевышнего был, когда он создал мир, чтобы не было смерти, чтобы не умирали. Что было бы с популяцией, это его была проблема. Он бы решил эту проблему. Он решил проблему создать такую вселенную из ничего, такую сложную систему, которую ещё до сих пор не изучили, да и никогда не изучил. Учёные уже лезут в небеса, планеты, в то время, когда не изучили в недрах Земли, что есть, не изучили в недрах океанов, что есть. И смотрите, возвращаясь снова в Германию, евреи подняли Германию на высокий уровень среди всех стран Европы. Как могло случиться, что там появилась такая идеология, подобно которой никогда не было? Правда, это было в то время Пурием, 22 столетия тому назад, когда Аман решил уничтожить еврейский народ. И тут поднялся Гитлер. Гитлер не был дураком. Он сам себя, он рубил сук, на котором сидит, он себе вовред делал. Он уничтожил, выгнал тех людей, которые подняли Германию на высокий уровень. Там не осталось тех мозгов и тех преданных людей среди евреев, которые создали великую Германию. Как могло пройти к тому, что он решил уничтожить этот народ? Такая жгучая ненависть, просто непостижимая. С какими методами он уничтожал еврейский народ? Это саму непонятно. Он уничтожал людей, которые им очень нужны были. Это был промысел Всевышнего, дорогие друзья. Как я сказал вначале, очень больно об этом говорить, очень больно это осознавать. Но Германия, еврейские евреи Германии сделали то, что сделал змей. И оттуда 6 миллионов смертей. И оттуда все, что пережил еврейский народ от рук нацистов, это уму непостижимо. До сих пор люди не могут понять, откуда такая жестокость. Они же вроде так хорошо относились к своим женам, детям и собакам. Любили, гладили и целовали. А тут к людям, совершенно невинным, людям, которые создали так много для вас, уничтожали страшным, диким образом. Дорогие друзья, давайте мы подумаем об этом. Есть такие, есть такая идея, и такое, так сказать, абсолютно логично, что все это началось именно там, где евреи предали своему, предали свой народ, свою тору, свое учение, образ жизни, все-все предали. И решили, что они немцы. И вот тогда немцы им показали, кто они. Итак, дорогие друзья, это очень важное дополнение к этому. Вот это вот есть реформизм. Этого добился змей первый, что он смог уговорить Еву, и началась смерть, и начались все тяжести, и сложности. Есть женщины, которые не могут беременеть всю жизнь, есть женщины, которые беременеют с большими трудностями, болями, проходят операции. Все это вот, это проклятие Евы. Роды очень тяжелые бывают. C-section, когда надо скрывать чрево матери для того, чтобы родить ребенка. Вот эти, все эти вот тяжести. И отсюда берется нищета, когда людям тяжело заработать на пропитании, на жизнь. Все это идет от этой работы, которую провел змей. Это сатан, сатана, злое начало, которое в каждом из нас то же самое хочет. Злое начало, которое в нас, дорогие друзья, нас уговаривает кушать то, что вкусно, пить то, что хочется. Наслаждайся. Можно это или нельзя, или касается отношений между пополами. Хочется, не может себе отказать человек. И нарушает законы Всевышнего, законы порядочности, законы чистоты. Это все берется от этого змея. И сегодняшний реформизм, который, вот я вам объяснил, абсолютно четко показывает, что реформизм, который начался в Германии, расплескался по всей Европе. Оттуда и вышла эта коричневая паутина, нацизм, который расплескался, простите, на всей Европе, да и не только Европе. И унесло 6 миллионов жизней наших братьев и сестер, с которыми ушли не только те, которые реформировались, реформировали, но даже святые, чистые люди, безгрешные люди, потому что еврейский народ отвечает один за другого. И когда, не дай Бог, происходит вот такое, то уходят и грешники, и праведники, потому что весь народ это один организм целый. Желаю вам, дорогие друзья, мы докончили немножко не на веселой ноте, я хочу вам снова сказать, что у нас свобода выбора, мы можем сделать этот мир прекрасным и чистым, всё зависит от нас, мы должны делать очень коротко, буквально два слова, мы должны делать то, что надо, а не то, что хочется. Всего вам хорошего, друзья, люблю вас и жду новых встреч с вами. Субтитры создавал DimaTorzok